Вести на это начало этого матча. Самое интересное, что когда вот Мамиашвили уходил уже под трибунное помещение, довольно... Пожалуй, это единственный по-настоящему яркий матч, который команда Грубан-Бердыева провела в первые 20 туров. Удар к воротам, и это первый опасный момент, который возникает у ворот Сослана Джанаева, 35-го номера Рубина. Он пока в игру не вступал, и вот здесь мог себя проявить путь удар немного, но и без этого разговора можно было понять, почему Яковлев отсутствует в этом матче и будет отсутствовать. Очень опасный момент в самарских крыльях, так что таким количеством игроков его не смутить. Удар к воротам, и мяч попадает в перекладину неожиданно. Впрочем, чуть ранее арбитр дал свисту в воротах. Георгий Лори все равно бы оставался с почетным нулем этого сезона. Как будет сейчас? Навес. Еще один навес, хотя здесь есть сразу два предложения. У штрафной площади удар Тетрашвили, и Джанаев ловит мяч. Доволен был Вадим Скрипчика как раз-таки опять с тем же Поку, да, который столько уже получил от него критики в первом тайме. Хорошая передача, удар по воротам и 1-0. И мяч засчитан, великолепный пас из глубины. Евелин Попов открывает счет в этой встрече классным ударом с разворота. И на 36-й минуте Рубин выходит вперед. В нынешнем сезоне в ворота Анжи Рубин пока забивает без каких-либо последствий для себя. В том смысле, что пока Анжи ни разу не забил в ворота Рубина, а пропустил уже 7. Просто сыграет получше. По крайней мере, заданки для этого у него совершенно точно есть. Ошибаются футболисты Анжи. Выход к воротам под Березкин. Он неудачно обработал мяч и позволил Самаржичу выбить мяч из-под ноги. Но он сам не ожидал, что мяч окажется прямо перед ним. Сердар Азмон. А, ну вот теперь мы видим, почему не удалось правильно подработать себе мяч. Мяч подпрыгнул. Вот в какой-то момент сделал два прыжка. Гуран Тетрашвили, капитан команды номер второй. Третий Владимир Полуяхтов, шестой Паул Антон. Зимние сборы и забил несколько важных мячей. Именно Анжи подает угловой. Будет еще одна возможность подать. Хубулов на дальнюю заряжает. Удар, поворот там. Выбивается мяч. А тут подбор снова за махачкалинцами. И снова это Хубулов Данченко. Классно делает передачу Арсен. Сильная подача. Не очень удобная в том числе и для хозяев. И... Ну, а во-вторых, игроки будут бежать во вратарскую. Это сложно для голкипера. В первую очередь подача. Так и есть. И подбор за Анжи. Удар поворотом. Брызгалов вставляет мяч. Еще удар. И... Воложения вне игры нет. Подача. Неплохо и опасно. Удар поворотом. Рикошет. И мяч летит. И вовсе не дудакывает. Вот там Брызгалов на ближний. С ним аккуратнее. Еще одна подача. Это вообще получается удар поворотом. И на всякий случай прыгает и Сослан Жанаев. Потому что рикошеты уже были у его ворот. И они совершенно непредсказуемы. Роман. Бьют в высшем российском дивизионе. И сейчас момент. Удар поворотом. Мяч падает в руку. Ничего не было. Попадает в руку. Попадает в руку. А не играет рукой футболист Рубина. И вообще понять, в какую именно руку в такой сутоке было совершенно невозможно. Работок при угловых штрафных. Все можно исправить. Итак, Анжи в атаке. Подача. Удар. Жанаев выручает. И дальше защитники тоже справляются. И, кстати, Хуан Лискана один из своих лучших матчей за Махачкалу. И вообще лучших матчей в этом сезоне. И провел против своей бывшей команды. Против клуба СК Хамбаровск. Здесь Анжи разгромил соперника 4-0. И также гол Хуан Лискана стал победным в матче против Уфы. Ну, а теперь удар поворотом. И гол! Вот такой гол! 1-1 на 90-й минуте. Но добавлено-то 5. Хуан Лискана под разговоры о его голах забивает свой третий мяч в нынешнем сезоне. И первый мяч ворота Рубина отправляется в исполнении Анжи в нынешнем сезоне опять же. Итак, смотрим, как это было. Показал Лискану. Вот он здесь. Тут же ему доставлен мяч. Движение и третьим касанием он бьет в дальний от Жанаева угол. Смотрите. Первым подработал. Вторым пробросил себе на ход. Третьим ударил. 1-1. Но время еще есть. Немного похоже получился это на гол Убилина Попова. Но отчасти в том плане, что футболист опять так же развернулся. Но в данном случае он уже прошел и пробил в дальний угол. Но стоит ли говорить об эмоциях на скамейке Анжи? Я думаю, это не поддается какому-то простому комментарию. Закончилось добавленное арбитром время. Навес. И удар поворотом. Все. Высоко. И Алексей Ясков завершает этот матч. Хорошая получилась концовка. Два очень красивых гола сформировали ничью 1-1. Которую Анжи добыл в самом-самом конце. На 91-й минуте.